Мы для вас должны рассказать про то, как мы работаем с сообществом Киви в социальных сетях. Но поскольку любая коммуникация должна быть основана на инсайте целевой аудитории, мы понимаем, что вы, ходя на разные конференции, устали уже видеть директоров прекрасных агентств, которые расходят своей говорящей головой, рассказывают про прекрасные проекты, а потом работают люди, которые не всегда все понимают. Поэтому у меня для вас сюрприз. Несмотря на то, что я заявлен у вас в программе как спикер, я не буду выступать. На выступление пригласил двух людей, которые реально работают над этим проектом, и хочу их с гордостью представить. Маргарита Масленникова, аккаунт-менеджер агентства RTA. Как раз Маргарита со своими руками, силами, кровью и потом не буду говорить, но и такое бывает, работает над всеми сообществами компании Киви. И Завена Ванян, старший менеджер по коммуникациям компании Киви. И тем и уникален наш доклад, что мало того, что его рассказывают люди, которые реально работают над проектом, это еще и представители двух сторон, и агентство RTA, и рекламодатели Киви. Поэтому я жду вместе с девушками, которые к нам заходят. Заходите, заходите, не стесняйтесь, у нас еще есть места. Подборные аплодисменты. Хочу, чтобы вы поприветствовали спикеров Маргариту Завен. И приглашаю вас сюда. Ура! Ну, я думаю, что, может, ты возьмешь микрофон? У меня это грубый. У меня есть небольшое романтичное такое вступление. Помимо своей работы, я увлекаюсь еще бегом, и моя самая любимая дистанция – это 21 километр. Но мне посчастливилось дважды пробежать полный марафон. И эти 42 километра я разделилась со своими подругами от и до. И то чувство, когда ты финишируешь вместе и пересекаешь эту черту, это ни с чем не сравнится. И сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о том, как агентству и клиенту пробежать свой личный марафон, финишировать вместе, получить в конце медаль. А когда все чувства и вся первая эйфория уляжется, понять, что вы поставили новый рекорд. Давайте я сначала расскажу чуть-чуть, чтобы дальше понимать про наш бизнес. Что такое Киви сегодня? Киви сегодня – это порядка 70 миллионов пользователей в терминалах. Оборот за четвертый квартал – 175 миллионов миллиардов, прошу прощения, рублей. Это официальные данные, вы можете найти их на нашем сайте, поэтому никого секрета, к сожалению, здесь нет. С чем мы столкнулись, когда продвигаем проект? Наш продукт воспринимается как исключительный терминальный. Далеко не все люди знают, что кроме системы терминалов Киви, которая насчитывает более 100-ти тысяч терминалов АСО, как мы их называем, автомат самообслуживания, есть еще и часть, которая называется Visa Kiwi Wallet, это онлайн-кошелек, имеет два интерфейса в WebMobile, на сегодняшний день в месяц в среднем. Это примерно 17 миллионов пользователей, но если сравнить эти цифры, понятно, есть куда расти, и мы, собственно, в соцсетях в том числе этим и занимаемся. О, да! Мы, как люди с маркетинговым образованием, стараемся в своих действиях исходить от пользователя. Мы очень хорошо представляем, кто наш пользователь, какие у него проблемы, из этого получаем инсайт. Соответственно, дальше формулируем решение проблемы в неком уникальном торговом предложении, то, каким образом наш продукт, тот или иной, даже не важно, может решать проблему пользователя. Вот потому что мы ее знаем, вот где она есть. Вот. У каждого, ну, то есть мы как бренд, как организация, которая имеет задачи свои, да, у нас там четко структурировано, что мы должны получить в результате каждой рекламной кампании. Но всегда понятно, что задачи бренда не всегда соответствуют ожиданиям нашего конечного потребителя. И здесь важно понимать, что ожидания нашего пользователя должны совпадать с той реальности, которую мы представляем в соцсети. И именно поэтому мы стараемся отталкиваться от тех задач, которые есть в бренде, и отталкиваться от того, что хочет сам пользователь получить. То есть, ну, например, для нас очень важно получать обратную связь от пользователя, потому что продукт сервисный, если ты не слышишь своих пользователей, то ты проиграешь в долгосрочном торе. У нас есть приоритетные категории в бизнесе, которые для бизнеса более маржинальны, более интересны, и мы их продвигаем на наших пользователей. Одна из задач, которая стоит перед сервисом в Гиви, это повышение количества категорий, которыми пользуется пользователь в течение своего lifetime value. И, соответственно, это следующая задача, которую мы тоже хотим решать. Мы иногда используем соцсети как генерацию трафика на сайт, но еще для нас важная история – это поддержка лояльности наших пользователей и реводлинг их в том или ином виде. И здесь важно помнить о том, что пользователь всегда идет в соцсети за несколькими вещами. И в нашем случае есть три ключевые потребности нашего конечного потребителя. Первое – это получение своевременной техподдержки, и здесь социальные сети играют ключевую роль, потому что это наш приоритетный, собственно, канал коммуникации. Только там мы можем быстро и оперативно оказать им поддержку и предложить уже готовые какие-либо решения. Плюс пользователь искренне верит, что любые предложения, которые он оставляет в социальных сетях, считываются брендом, считываются менеджерами, и они воспринимаются как дальнейшие шаги к улучшению. И этот инсайт очень часто используется в работе, мы действительно работаем с этим фидбэком. И еще немаловажно то, что в социальных сетях пользователь у нас, естественно, развлекается. Поэтому здесь помимо продуктовой, кстати, части, мы используем интерактивы, акции, которые у нас существуют, и предлагаем пользователям присоединиться к нам и поразвлекаться. Таким образом, задачи бренда и потребности пользователя, они очень плотно связаны и живут неразрывно друг от друга. Чтобы не быть голословными, мы предлагаем сразу же перейти к тому, что мы публикуем, и перейти от слов к практике. Как уже говорил Завен, огромную часть информации представляют именно продуктовые посты. И я думаю, что каждый из вас сталкивался с тем, что он идет на обед, а у него нет с собой налички. И мы предлагаем нашим пользователям конкретную ситуацию потребления нашего продукта. Ты можешь перевести деньги пользователю кошелька в несколько кликов. Все, что для этого нужно, зайти в приложение Visa Key Vault. Что еще мы делаем в социальных сетях? Мы знаем про то, что картинки очень часто сохраняются и лайкаются пользователям для того, чтобы впоследствии использовать их как какой-то избранный контент и возвращаться к нему снова и снова. Соответственно, мы делаем некие шпаргалки для пользователя и предлагаем им быстро узнать баланс Visa Key Vault с помощью отправки смс на короткий номер. Эта шпаргалка оформляется в визуально привлекательную картинку и отправляется как по соцсети. Соответственно, когда пользователь его лайкает, она попадает к нему в избранное. Немаловажный еще момент – это инфографика как формат подачи контента. В кратком сжатом варианте и подкрепленной некими цифрами мы можем всегда показать, чем наш продукт выгоднее. И существует такой инсайт, что очень многие пользователи уже не раз, спикеры в другом зале говорили про то, что пользователям тяжело переключаться. И если для них привычно идти на почту или в банк и оплачивать там свои те же самые услуги ЖКХ, мы предлагаем более краткое и быстрое решение – зайти в Visa Key Vault и отправить деньги на счет. Мы живем в очень динамичном мире и потребляем информацию в сжатом виде. По крайней мере, нам этого всем хочется. Поэтому мы основные инфоповоды подаем в подачи буллитов. То есть мы предлагаем краткий список наших драйверов, которые пользователю будут интересны. И классический пример – это пять причин скачать Visa Key Vault. В кратком жатом виде мы предлагаем пользователю оценить, почему действительно наш сервис действительно может ему быть полезен и привлекательен. Что мы делаем в продуктовых постах? Мы пытаемся очень человечным, нормальным языком сформулировать продуктовые бенефи, чтобы пользователю было понятно, ради чего. Он либо приходит в сам сервис, либо поставит себе мобильный обладатель. Мы здесь не страдаем функционом, что в соцсетях мне кажется любительным. И это очень важно обучать наших пользователей и давать им информацию именно в понятном виде, как сказал Завен, в противном случае эти инфоповоды не несут никакой ценности ни для нас, как для бренда, потому что мы не достучали до своего конечного потребителя, ни, собственно, для него. Очень интересная рубрика, мы ее ввели в этом году, и это наша всеобщая боль с брендом. Мы понимаем, что от этого никуда не уйти, и об этом не умалчиваем, и предлагаем готовое решение нашему пользователю. Мы знаем, что существуют мошенники, которые создают аккаунты фейки нашей техподдержки, и они пишут пользователям и предлагают перевезти деньги или взламывают просто их кошельки, просят прислать какую-то информацию. Чтобы этого избежать, мы наших пользователей предупреждаем об этом, мы говорим, что есть такие люди, что так они себя ведут, и что нужно в этом случае делать. На самом деле в рамках Киви есть отдельное подразделение, которое занимается борьбой с фишингом и с мошенничеством, и это раз, и, собственно, всю информацию, которую нам передают коллеги, мы делимся с нашими пользователями, на самом деле иногда бывает наоборот, что пользователи сами нам сообщают об вновь появившихся мошенничеств сайтов или аккаунтов, и мы уже берем это подразделение. Соответственно, формат инфографики, он наиболее привлекательный в данном случае, потому что в кратком бюджетном виде ты можешь пошагово показать пользователю, что ему нужно сделать, чтобы решить свою проблему, либо избежать. И, как уже сказал Завен, работа с фидбэком для нас очень приоритетна, мы верим в то, что наши пользователи помогают нам быть лучше, и мы у них спрашиваем и просим их поделиться своим впечатлением от колл-центра или от какой-либо новой введенной услуги. Очень важный формат, который мы используем во ВКонтакте, это опрос, и это помогает нам не только подавать информацию в разном виде, но еще и систематизировать наши данные, проводить некие исследования. В ноябре месяце мы проводили опрос, какие услуги чаще всего вы оплачиваете через визы и уволят. Мы поняли, что ключевая потребность наших пользователей – это онлайн-игры. О результатах этого исследования и к чему мы в итоге пришли, мы расскажем чуть позже, мы это оставили как самое вкусненькое напоследок. Один из наших любимых проектов – совместный продукт с Мегафоном. Несколько месяцев назад мы выпустили продукт, который объединяет баланс Мегафона и, собственно, визы и уволят. В данном случае пользователь внутри своего кошелька может пользоваться балансом Мегафона как источником средств, мы называемый себя фондировал. Да, собственно, причем здесь соцсети, спросите вы. Соцсети, как раз, предоставлено, что для нас это еще один канал коммуникации, рассказов о новинках и о том, каким образом этими новинками можно пользоваться. Еще один пример того, как мы вместе с нашими партнерами используем социальные сети как медийный канал. Это, собственно, совместная акция с Алиэкспрессом. Здесь, что хорошо, мы кроме того, что просто рассказываем через соцсеть, я вначале говорил, что это задача лояльности. Собственно, такими методами мы воспитываем лояльность, что кимик приносит какой-то бенефит в их пользу. В данном случае это кэшбэк. Когда мы говорим о продуктовых постах, обычно это вызывают скуку, и поэтому мы решили, что нам нужны еще и, естественно, развлекательные посты, и я предлагаю перейти к ним. Любимый кейс – это прозрачный терминал. Отдельное направление деятельности маркетинга – это образовательные программы, называемые «Коаминтс». На правду с одной из этих программ мы сделали такой прозрачный терминал. Все на виду, можно посмотреть, как там культуры ходят, как печатается чек, что внутри. И таких на самом деле – это limited edition, таких терминалов всего два. Если интересно, приходите домой, покажу. А сколько денег в банкомате там видно? Да, там прям прозрачно, прям видно, как эти культуры прям… Но для соцсетей мы это замазывали. Да. В реальности там нет культуроприемника, который вот с сейфом в банке стоит, и там прям отдельная коробочка, она тоже подачивает и видно. Очень актуальна для уличной… Вот поэтому мы и замазывали. Поэтому в офисе стоят, если не интернет. На самом деле, пользователям нравится, когда они могут видеть картинку изнутри. То есть очень живо отреагировали на конкретную вот эту форму. Еще одна интересная история, но она будет работать все-таки не в каждом сообществе. Здесь важно понимать, что ты вокруг себя собираешь лояльную аудиторию. И когда эта аудитория уже есть, и она тебе отвечает на твои сообщения, ты можешь использовать ситуативный контент, подбодрить их, рассказать о том, что важно тебе и важно им. И у нас был такой эксперимент, мы решили на 9 марта, в праздничный день, просто написать про то, что сегодня выходной, мы любим такие понедельники. И пользователи очень ярко и живо на это отреагировали, потому что им не все равно. Но если бы в нашем сообществе не было, мы бы не собрали ту аудиторию, которая действительно заинтересована в бренде, мы вряд ли бы получили такой отклик. И еще интересная подача контента. Мы все понимаем, что 2015 год тяжелый, и нужно пользоваться различными лайфхаками. И мы нашим пользователям предлагаем конкретные списки, конкретные истории, когда они могут использовать любой функционал себе во благо. И эти списки и лайфхаки публикуются в очень тесной интеграции с нашим продуктом. Почему мы считаем, что такие посты очень важны? Дело в том, что одной из ценностей кимии является таймсейдинг. Это то время, которое у людей высвободается благодаря нашим сервисам. Собственно, вот эти территории лайфхаков, на которые мы пошли, это тоже такая реинкарнация того, каким образом вы можете высвободить себе время для ваших других дел, для ваших близких важных дней. Еще одна интересная история. Мы используем ситуативный контент, когда говорим о каких-то праздниках. И совсем недавно был Всемирный день именно этого числа. Соответственно, мы нашим пользователям предложили угадать, что это за число, и даже придумали наши копирайтеры интересную загадку. 22 птички киви сидели на больших ветвях, птички киви мечтали о семи червячках. И пользователи приняли этот пост весьма живо, и у нас было огромное количество комментариев, даже несмотря на то, что все догадались, что это пин, но каждый писал о том, как он разгадывал эту загадку. И самое привлекательное, самое вкусное, самое взрывное. У нас есть программа, которую мы тестировали на протяжении уже нескольких месяцев. Мы постоянно запускали различные конкурсные механики, чтобы понять, что действительно работает, и что работает лучше всего. И мы поняли, что самая простая механика, это та, где пользователю, ну, все ленивы, все прекрасно понимают, мы хотим не делать ничего, и получать за это какие-то ништяки. И эта механика прекрасно это иллюстрирует. Пользователю нужно было всего лишь выбрать цвет тюльпана, которым мы загадали предварительно. И в день, когда мы говорим о том, какой цвет выбрал, мы собираем все комментарии с этим цветом, и среди них с помощью рандома разыгрываем приз 1000 рублей. Да, 1000. И вы можете понять, что охват данного поста был в 203 тысячи за такие деньги. Это просто, ну... На самом деле, вот, вроде кажется, что 1000 рублей, это, ну, что с другой стороны, вот, в перерыве за визитки по 50 рублей платили, поэтому... А, вот девушка не по 100, да, извините. Вот, ну, то есть... А с другими целями или не может быть? В том, если да, выше. Собственно, продолжение нашей истории с партнерским маркетингом. Конкурсные механики, та самая лояльность, семерный день шоппинга, Алиэкспресс. Сразу скажу, почему Алиэкспресс и почему мы продвигаем этого партнера. Порядка 60% оплат, которые идут в Алиэкспресс, идут через Китер. Собственно, это один из наших ключевых партнеров, поэтому мы с удовольствием на совместные акции предоставляем в своей площадке как медиаканал. Коллеги из Алиэкспресс нам выбили планшет в качестве ревординга и вот количество лайков, репостов можно увидеть из, собственно, яркого отражения. Давайте сразу по поводу конкурса